Так, 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 посмотрим. Ух ты, что это у нас тут такое? Ммм, камера стоит или это телефон? Так, ой, я себя вижу. Хорош, хорош. Так, надо ровнее как-то стать, улыбаемся. А че это, интересно, тут камера? Так, да ладно, неужели я в ютубе? Ух ты, шарик, шарик. Так это же Новый год. Новый год, Новый год приближается, что это тут на шарике написано-то? Так, надо повернуть, что-то я не увидел. Так, да, Дарья, Дарья Рейн, смотрите, на шарике Дарья Рейн, так это ее канал. Ух ты, все, все, у Даши канал отбираем, он будет моим, он точно будет моим. Почему у всех есть канал, а у меня нет канала? Я тоже хочу вести свой канал. Я буду самым популярным блогером. Правда? Заберем в наш канал. Не надо, буду теперь я вести. Я буду называться, наверное, канал Дарья Рейн. Хотя, не факт, что он мне подойдет. Так, шапочка. Шапочку надо ровнее. О, смотрите какой. Да, мне идет этот шарик. Я заберу его себе на свой новый канал. Ребята, вы же обязательно подпишитесь на мой канал. Он-то называется Дарья Рейн, но вести его буду я, Гринч. Правда, у меня нет никакого опыта ведения канала, но ничего страшного. Так, я, походу, нашел свет. Более яркий свет. Смотрите, какой я весь из себя красавчик. Вы теперь меня даже рассмотреть можете. Привет, Ютуб. Здравствуйте, ребята. Я теперь буду самым популярным блогером. Вот, запомните мой фейс, мое лицо. И обязательно поставьте мне лайк. Обязательно поставьте. Да? Уже поставите мне лайк. Я хочу тоже быть популярным. Дурацкая шапка все время съезжает непонятно куда. Так, ну вот. Вот, смотрите, друзья. Запомнили этот шарик? Так вот, это не Дарья Рейн. Это теперь Гринч. Это теперь канал будет Гринча. В смысле мой. Ребят, ну поставьте мне лайк. Ну, ну, я так старался украсть канал. Я хочу, чтобы это был мой канал. Я хочу стать самым популярным блогером. Я же Гринч. Я, я не буду больше красть каналы. Я буду очень хорошим. И пусть у вас пройдет хорошо ваш Новый год. Пожалуйста. А я верну, наверное, Дашу канал, а вы хорошо отпразднуйте. Я, наверное, ей уже буду передавать эстафету. О, друзья, всем привет! Мы уже с вами в эфире. В общем, канал у Гринча я отбила. Не переживайте. Канал будет все еще моим. Гринч пусть либо себе левый какой-то канал заводит, но моих ребят он пусть не обижает. Пусть он вам вернет Рождество, Новый год. Нехорошо так поступать с моими ребятами. Я надеюсь, вы на Гринч не обижаетесь. В общем, друзья, всем привет! Это у нас такой вот предновогодний-новогодний подкаст. Это понятное дело, что я записываю его до наступления Нового года. Но, тем не менее, мало ли кто когда его посмотрит. Может, у кого-то еще не будет Нового года, когда он выйдет. Да я сама даже не знаю, когда он выйдет, потому что с этим безумным расписанием наших роликов даже непонятно, куда его впихнуть. Ну, я надеюсь, что мы найдем, куда его впихнуть. Ну что, друзья, вот он. Закончил... Я бы хотела сказать, что закончился и заканчивается. У нас, получается, закончивается. Пусть будет закончиться наш 2016 год и начинается 2017. 2017. Да, друзья, мы пережили еще один год. Целый год вместе с вами. И в феврале, да, 1 февраля уже будет целый год, как мы постоянно с вами ведем канал. Слушайте, так это очень даже круто. Через год у нас с вами еще один юбилей. И, кстати, друзья, я решила, что этот подкаст у нас будет два в одном, потому что... Вот-вот недавно у нас был юбилейчик на канале 450 тысяч. Да, 450 тысяч, друзья мои. Я не знаю, куда уже. Куда больше, куда быстрее. Как-то, ребятки, все больше нас и больше становится. Мы скоро с вами весь ютуб заполоним. Ладно, шучу. Будем все делать постепенно. И мне очень приятно, что вы обо мне рассказываете своим друзьям. Ребятки, нереально приятно. Знаете, иногда заходишь в какие-то паблики, где можешь увидеть какую-то инфу там о блогерах, о том-всем. И реально очень приятно, когда кто-то пишет свое расположение, положительное расположение в мой адрес. То есть, ну, серьезно, вот такие вот иногда просто кто-то напишет хорошее что-то приятное, а на душе уже так классно, уже так приятно становится. И хочется вам сказать за это большое-большое спасибо, потому что, ну, если мы начнем, наверное, с 2016 года, наверное, надо подвести итог 2016 года, то... Ну, как вам сказать, тяжелый был, по-моему, год. Да, вроде бы у нас канал шел, все дела, были всякие видеопиплы, видеожара, пришла кнопочка, много юбилеев. Но, честно говоря, вот такой вот чисто человеческой стороны, то тяжелый был год, я не хочу углубляться. Пусть он закончится все-таки хорошо для всех, но было много довольно сложностей, позитивных, негативных моментов. Ну, особенно, зачем далеко уходить, вы сами знаете, последнее, когда у нас самый последний негативный момент был вот как раз в конце ноября, получается. Я думаю, что многие знают, о чем идет речь. Я, честным сказать, не хочу больше вспоминать эту ситуацию, не хочу в нее углубляться. Многие там спрашивали, расскажите, расскажите, Олег, в принципе, в своем подкасте все рассказывал. Кто не смотрел, советую посмотреть его один из последних подкастов. От себя хочу сказать, что, ну как, после такой подобной ситуации какой-то, наверное, есть упадок. Даже не упадок, а, ну, легкий след разочарования, что ли, такой вот как-то вроде ты для всех с душой, а кто-то может неправильно это воспринять, может быть, я даже не знаю. Я не знаю, как это сказать. В общем, просто не хочу сейчас уже это все затрагивать. В любом случае, друзья, я вам всем желаю добра побольше и, наверное, ну, побольше какого-то, я не знаю, терпения, что ли. Вообще, чтобы у вас все было в жизни хорошо. Когда в жизни все хорошо, то как-то и не хочется делать какие-то каверзные вещи. Ну, это так я вам в общем плане говорю. Но вообще, ребятки, вы все молодцы. Действительно, очень приятно. Меня радует, что большинство аудитории, ну, настолько классная такая вот у нас действительно сложилась семья. И мы друг друга поддерживаем, помогаем, вы пишете прекраснейший совет по различным играм. Да, ребятки, давайте я вам проспойлерю. Астронавт у нас уже записан. Я в некоторых роликах по астронавту говорила. Там, когда у нас выходили три первых ролика подряд, мы эти три ролика записали за один присед, за одну ночь, по-моему, писанули. И, понятное дело, что что-то знали, что-то не знали, потому что игра только тут, а мы ее сразу сели записывать. И я помню, под каждым роликом везде писались, построите опоры, построите опоры. Да, я знаю, что надо было построить. Ну, не знали, ребят, я сомневаюсь, что кто-то из вас разбирается в игре сразу же, вот, только сел и начал играть, и сразу во всем разобрался. Тем более, если толковых каких-то, нет, ну, не знаю, инструкций, что ли, даже к самой игре, учитывая, что это пре-пре-пре-пре-пре-альфа. То есть она еще даже полноценно не вышла. Но, в любом случае, большое спасибо большинству, кто умеет реально писать какие-то грамотные советы, давать понятные. Ну, действительно чувствуется поддержка, наша вот такая вот командная ситуация, и за это вам огромное спасибо. Я честно вам скажу, вот, я горжусь своей аудиторией, я горжусь всеми вами. Мне кажется, что у нас действительно очень классная такая команда, и мы многим еще дадим жару. А вы у меня вообще самые лучшие, и, ребятки, без вас, блин, ничего бы и не было. Так что мы, я думаю, с вами еще прорвемся, еще много чего сможем в этой жизни достичь. Ну, а 2017 год я, честно вам, желаю... 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 Я почему-то начинаю уже какие-то слова соединять. Я надеюсь, что 2017 год будет гораздо лучше для всех нас и для вас в первую очередь, потому что... Ну, всегда надеешься, что Новый год принесет что-то новое, что-то хорошее, что старое все останется в прошлом году. И я надеюсь, что все плохое и негативное останется у вас и у нас в 2016 году уходящем. А 2017 год, год огненного петуха, если я не ошибаюсь, он принесет нам только много радости и позитива. Я очень надеюсь, что у вас, у ваших семей все будет хорошо, главное здоровье, тепла, добра. Я думаю, что все у нас будет отлично. Мы всегда можем друг друга поддержать в трудной ситуации, обсудить, если какие-то моменты. Не стесняйтесь, всегда сможем друг друга поддержать. Именно для этого у нас есть наша такая большая вот семья райняшек, что ли. Я даже не знаю, как нас назвать. Я не думаю, что этот подкаст будет очень длинным, потому что не хочется опять растекаться на 40 минут. Вы как раз пока что смотрите на Гринча. Да, мы решили с Ирой Керри, кто не знает, мы с ней постоянно делаем какие-то интересные гримы на Хэллоуин, на Новый год, на Рождество. И в этом году мы решили сделать Гринча. Хотя изначально мы хотели делать совершенно других персонажей, но под конец Ира говорит, слушай, давай сделаем Гринча. И я помню этот момент, она говорит, давай сделаем Гринча. Я начинаю сразу осматривать всю свою, ладно, тонну косметики и думать, блин, где я возьму зеленую краску для лица. Слава богу, я нашла в интернет-магазине, есть профессиональные краски для боди-арта, для фейс-арта. И самое смешное, что там была только темно-зеленая краска. Видимо, всю светло-зеленую, салатовую, неоновую, салаты уже все разобрали, оставалось только темно-зеленая. Думаю, ну ладно, возьму, пусть будет. Взяла я эту зеленую краску, друзья. Помню, я прихожу домой, думаю, блин, надо попробовать ее сначала хотя бы на руке. Наношу мокрым спонжиком эту краску и понимаю, что с руки она не стирается. Да, ребят, у меня до сих пор есть какие-то где-то вот отблески зеленого. И, знаете, ты достаешь руки из перчаток, и они у тебя такие зеленовато-болотные, так забавно смотрятся. Но я не растерялась. Главное, ребятки, если вы захотите делать какого-нибудь персонажа на какие-то праздники, обязательно наносите что-нибудь под краску. Допустим, вот я взяла основу под макияж, потому что, в принципе, есть шанс, что эта краска, ну, не дай бог, она вам въестся. Ну, не дай бог, будете зеленые ходить или синие, или розовые, там, мало ли кем вы будете. Поэтому обязательно что-нибудь наносите. На Гринч у меня ушло, ну, где-то час. Нет, ну не час, ну, наверное, полчаса я сидела и его вырисовывала, потому что как-то, пока ты нарисуешь ему эти брови, все его морщинки, потом я решила, что он вышел слишком темным, нашла, у меня есть призматические тени от NYX, такие вот ярко-зеленого, хотела сказать, салатовые, зеленый салат, у меня реально слова уже начинают соединяться. В общем, такой вот зелено-золотистый цвет, он получился как мини-хайлайтер для Гринча. Зеленый хайлайтер для... Простите, ребятки, реально, я уже слова путаю. Зеленый хайлайтер для Гринча. Супер. И в итоге, по-моему, в принципе, получился неплохой Гринч. Опять-таки, если бы он был салатовым, я думаю, он смотрелся бы гораздо круче, потому что была сложность с тенями. Ну, то есть, тени не в плане тени, которые на глаза наносятся, а тени... Ну, свет-тень. Я думаю, все поняли, о чем я говорю. И как-то вот передать его фактурность лица, вот этот рельеф, было немножко сложновато, но, с другой стороны, очень хотелось вас повеселить, поэтому я надеюсь, что вам понравился вступительный ролик. Хочется как-то вот такие вот подкастики разно... Разноображивать. Разнообразить, да. В общем, вот такие вот пирожки с котятами. Обязательно зайдите ВКонтакте, посмотрите, что Ира сделала. Ну, Ира сделала вообще гениально, она очень классная. Она спецтворец, а я у нее учусь и пытаюсь что-нибудь тоже сделать. Я думаю, что мы сегодня не будем делить наш подкаст по вопросам, по тем всем. Я отвечу на несколько ваших вопросов, и давайте это будет рандомные ответы, а вы уже, я думаю, кто их задавал, тот знает, кто был автором. Ну да. То есть, я думаю, что вы свои вопросы узнаете. Ну и первый вопрос у нас был по VR-овским очкам. Да, ребятки, я надеюсь, что я выпущу ролик в ближайшее время. У меня уже есть один ролик по VR-овским очкам. Мне удалось у Олега их перехватить. И я вам покажу, в принципе, как это смотрится. Конечно, VR-овские очки это тема, но стоимость игр и, в принципе... Ну как, мне кажется, что для VR-овских очков, если еще будет кооператив, то это будет круто. Но пока что на данный момент они стоят недешево, плюс игры стоят недешево. И, честно говоря, я не уверена, что я буду себе его покупать. То есть, пока что у меня есть только PlayStation, к нему VR... Ну, не знаю, посмотрим. Я вам покажу ролик, вы посмотрите, как оно будет выглядеть. Надеюсь, вам понравится. Также спрашивали почему-то про группы, которые я слушаю. Слушаю ли я этих Марсов или My Chemical Romance? Да, я на них выросла, по сути. Марсов я периодически тоже слушаю, но как-то уже чуть поменьше, потому что стараюсь находить какие-то еще новые интересные группы. Ну, а романсы этих... Кимикальные. Я тоже очень люблю иногда переслушивать, потому что эту группу... Я начала эту группу слушать, наверное, в классе девятом или десятом. Наверное, примерно тогда же, когда и Марсов, если даже не раньше. И я помню, они мне очень понравились. Да и до сих пор слушаю. Очень хотела пойти на них. Точнее, на них я помню, что они вроде развалились. И их солист приезжал в Киев пару лет назад. И я хотела сходить пару лет назад. Но, как вы знаете, хотела сходить, не сходила. А вот на Марсах я была, и это, я помню, был просто невероятнейший восторг, когда ты стоишь в паре метров от Джареда лета. Но я думаю, девочки, которые любят Марсов и Джареда, они меня поймут. Тик. Потом меня спрашивали про историю прокола моих ушей. Да, кто не знает, у меня есть восемь дырок в ушах. В одном ухе две, в другом шесть. Причем у меня есть пробитый проколотый хрящик. Получается, пол на правом ухе. Ну, а все остальное идет ниже хрящика. Зачем я проколола, честно вам сказать, не знаю. Вот оно как-то появилось с желанием. У меня были первые две дырки, мне делали их иглой. Получается, вот самые две первые, это было адски больно, ребят. Если вам предлагают пистолетиком или иглой, делайте только пистолетиком. Игла, это реально очень больно. А потом, в принципе, знаете, вот как-то, это, кстати, следующие дырки. Первые я проколола, когда была вообще в первой школе. А остальные я проколола, когда училась уже в универе, по-моему, на курсе первом. Я просто хорошо помню, что на первом курсе, потому что у меня были пары на химфаке, а это был центр города. И как раз возле центра города находился клиника, где у меня прокалывали уши. И, получается, я туда после... А, по-моему, я даже один раз перед парами. У нас была пара с подружкой на 12 часов. И вместо того, чтобы... Ну, а мы приехали где-то к 11, думаем, ну, надо где-то погулять, посмотреть. Вместо того, чтобы погулять, там кофе зайти выпить, Даша пошла прокалывать уши. И, знаете, вот как-то вроде боялась-боялась, но вообще не страшно. Реально не страшно, не больно. А хрящик я читала, эти, что теряются знания, это так больно. Ребят, ничего не больно. А хрящ мне вообще было не больно прокалывать. Поэтому вот как-то... Ну, потом я как-то остановилась, потому что я решила, что я сейчас заколю все уши, и телефон будет элементарно неудобно держать. Так, потом еще ребятки спрашивали, если бы я нашла миллион, на что бы я его потратила. Знаете, вот, наверное, бы что-то отложила, что-то бы родителям отдала. Может быть, себе что-то по минимуму купила. Хотя я даже не знаю, что. Но, по сути, в принципе, у меня каких-то таких грандиозных планов нет. Отчасти, я думаю, что что-то надо организовать для ребят, для подписчиков. Можно было бы какую-нибудь классную грандиозную сходку. Ну, и я думаю, что отдала бы что-то на благотворительность, потому что, ну, блин, счастье не в деньгах. В любом случае, счастье не в миллионе. Но, с другой стороны, можно было бы этим миллионом порадовать многих других людей. Сложно ли было учиться в универе? Ну, как вам сказать, смотря какую специальность выбираешь. У меня, допустим, была специальность биофизика, которая длилась 6 лет. И, честно сказать, я была старостной, ну, полустаростной группой, потому что у нас была девочка староста. Но она на парах была редкой, как бы, так как я постоянно ходила на пары, то меня такой мнимой старостой считали. В принципе, сложно, потому что иногда я приходила одна из всей группы и сидела, отсиживала все пары. Но, с другой стороны, знаете, сейчас начинаешь понимать, что, по сути, хорошо, что ты отучился, хорошо, что ты закончил университет. У тебя какие-то уже сформировались свои знания, свои... Как-то оно все раскладывает по полочкам все твои какие-то полученную, полученную тобой информацию. И мне кажется, что... Оно кажется, что поначалу сложно, но, в принципе, если тебе нравится твоя специальность, то проблем никаких не будет. Тик. Собрала ли я коллекцию своих лаков? Будете смеяться, я недавно перекладывала из одного ящика. У меня был старый ящик, которому, наверное, было уже лет 6. В нем хранились лаки, он уже просто разваливался, я его переложила все в другой ящик. И, знаете, в принципе, я, конечно, люблю свою коллекцию, но иногда просто не хватает каких-то вот истинно уникальных оттенков. То есть, допустим, у меня нет манечки, есть люди, которые реально там скупают сотни милаки, просто чтобы было. А лично я такой коллекционер, вот я люблю какие-то оригинальные, необычные оттенки, допустим, какие-то лимитированные цвета, которые вот там, допустим, вышли, и они там вот их только выпустили в каком-то тираже, и больше ты их не найдешь. И, допустим, если этот цвет мне, ну, очень понравился, был, помню, один очень красивый лиловый такой вот, даже не лиловый, а цвет чернил, цвет чернил с эффектом стекла у Шанель вышел. Я помню, народ, ну, девушки пищали просто вот, вот хочу этот лак, вот все хочу. Я помню, я его случайно застала в магазине, реально был очень классный цвет. Очень такое ощущение вот фиолетового стекла на ногтях. То есть, такой, допустим, уникальный лак интересно купить, а какие-то там красненькие, 155-ые или зелененькие, то нет. Нет, у меня такого точно нет. На что мы с Олегом ходили в кино и куда планируем пойти? Последнее, на что мы ходили, это были, господи, фантастические звери и места их обитания, если я правильно назвала фильм. Ну, честно вам сказать, вот честно, я была фанатом Гарри Поттера. Как только он появился, когда он только вышел, я просто балдела от книг. Все семь книг я перечитывала, пересматривала, играла в игры, смотрела фильмы. Ну, действительно, мне очень нравился. Звери, ну, не произвели впечатление. Я смотрела, что очень многим понравился. Ну, это не мое. Честно вам скажу, как-то вот, вот как фанату Гарри Поттера, это не тот немножко уровень, кстати. Сейчас начала читать Гарри Поттер и проклятое дитя. Ребят, я еле читаю, честно вам скажу. Настолько, во-первых, сложно перестроиться из-за того, что это пьеса. Мне кажется, ну, Гарри Поттер, ну, не может быть пьесой. Ну, Гарри Поттер, ну, как? Там же магия, там же какие-то описания происшествий, каких-то их приключений. При чем тут, при чем тут пьеса? Ну, при чем? Объясните мне, пожалуйста. И, честно говоря, мне не нравится как-то, ну, изменена, что ли, испорчен характер персонажей. То есть, я не хочу спойлерить, может, кто-то захочет еще прочитать. Ну, Гарри там вообще каким-то хлюпиком, по-моему, выступает. Воспитание детей это вообще отдельная тема. Ну, не, не очень нравится. Не знаю, кстати, напишите, как вам, проклятое дитя. Мне даже интересно. Так, а на что мы хотим сходить? Ребят, честно, не знаю. В феврале выйдут эти оттенки новые. Я не уверена, что я лего смогу затянуть. Потому что, честно говоря, когда мы в прошлом году смотрели эти 50 оттенков, мы смотрели их, пересматривали раза три, потому что тупо засыпаешь на каком-то определенном моменте. Книжки мне чем-то чуть-чуть больше понравились. Наверное, еще же выходит Ассасин. Еще выходит что-то еще. Ну, посмотрим. Надо посмотреть, что будет вообще в кино. Но вроде бы в 17-й год будет такой богатный интересный фильм. Так, что у нас тут еще? Надо посмотреть, что-то я тут выписываю. Знаете, я так люблю выписывать вопросы фразами. И непонятно, что тут хотели ребятки спросить. Так, когда я поставила елку, кто украшал? Елку предпочитаю украшать я. И елка была поставлена, получается, 24 декабря перед Рождеством Католическим. И, честно говоря, я каждый год стараюсь покупать какие-то красивые шарики. Какие-то тематические, может, шарики. Вот в этом году у нас год красного петуха. Я обязательно купила красного петушка. Я вам, кстати, советую. Если у вас еще до сих пор на елке нету петушка красненького, обязательно купите. Все-таки символ Нового года. Так, ну и что? Как будешь Новый год праздновать? Честно говоря, я Новый год всегда всю свою жизнь старалась отмечать с близкими. То есть, да, многие у нас там кто-то праздновать, дискотеки. То есть, они, ребят, Новый год это такой вот семейный праздник. То есть, его желательно провести со своими близкими, с родными. А потом уже, в принципе, там первого-второго можно идти уже куда-то гулять. Поэтому я думаю, что нарушать эту традицию точно не хочу. Хотя я выпускаю подкаст, наверное, когда он уже отпразднован. Знаете, это так забавно выпускать ролик о том, что уже то, что произойдет, которое уже, ну, то, что уже произошло. Ладно, заговариваться начинаем. Фух, друзья. В общем, вот такой у нас получился впервые в жизни. Меньше 20 минут подкаст. Я даже сама себе удивляюсь. Ну, надеюсь, что вам было интересно, вам понравилось. Я же желаю вам всем отлично отпраздновать Новый год. Кстати, расскажите, кому что подарили. И, в принципе, как вы отпраздновали Новый год. Обязательно все прочитаю, ребят. Не гарантирую, что смогу ответить всем, потому что вы сами понимаете, праздники тоже хочется отдохнуть. Элементарно просто отдохнуть, учитывая, что отдыха не было давным-давно, то хочется как-то выспаться, прогуляться хоть где-то, не знаю, поехать куда-то. Поэтому не обижайтесь, ребятки, если я буду отвечать чуть меньше, чем обычно. Ролики у нас будут выходить в том же формате. Учтите, у меня очень много записанных. Симсы есть, есть записанные... Что у меня там еще есть, интересно, записано. И Скайлайн есть, если он, конечно, не вышел к этому времени, когда идет подкаст. И много чего интересного, и GTA-шка будет. То есть, ребятки, не переживайте, все есть. Просто очень сложно впихнуть это все в расписание. Ты смотришь, выходит какая-то новинка, тебе приходится перемещать все. И не переживайте, ребят, ходячие мертвецы. Все игры Telltale, пожалуйста, запомните, потому что уже зафлудили все. Все. Telltale никогда не выпускает 5 эпизодов за один раз. Или сколько там, 6-5, но обычно 5 эпизодов у них, 1 сезон. Они выпускают 1, но вот максимум 2 не выпустили, наверное, к Новому году ходячих. Поэтому, ребят, если когда вот выйдет 3 эпизод, пожалуйста, дождитесь, он выйдет, мы запишем, не переживайте. Если мы его не записываем, значит, его просто еще нет в наличии. Ну что, друзья, я вам всем желаю хорошего настроения, отлично отпразднуйте, будьте молодцами, добра вам, позитива и отличного Нового года. Очень сильно вас всех люблю, обнимаю, целую. До новых роликов. Всем пока-пока.